В декабре 2017-го агент СРУ Марк Полимерополос осваивался в новой роли. Он отвечал за секретные операции управления в Европе. Командировка в Москву была обязательным пунктом новой карьерной ступени. «Я очень сожалею об этой поездке. Посреди ночи в декабре 2017 года я проснулся от того, что у меня звенело в ушах. Ужасно кружилась голова. Все вокруг в номере отеля вращалось. Меня тошнило. Это было по-настоящему страшно. Я провел много времени в Ираке, Афганистане и, естественно, до этого попадал в опасные ситуации. Но это было одним из самых страшных и дезориентирующих моментов моей жизни». Сперва Марк подумал, что отравился. Впрочем, когда состояние не улучшилось через несколько дней, заподозрил неладное и экстренно вернулся в США. Головные боли и плохое самочувствие продолжились. «Первым делом меня обследовали врачи правительства. Они провели ряд тестов, чтобы выяснить, испытываю ли я те же симптомы, что и те, кто пострадал в Гаване». Посольство США на Кубе, расположенное на набережной Малекон в Гаване, открыли за два года до московской командировки Марка после более чем 50 лет перерыва в дипломатических отношениях. Политическая оттепель, впрочем, была недолгой. В конце 2016-го один из сотрудников посольства обратился к врачам с необычными симптомами. Сперва он услышал резкий звук. Затем началась головная боль и головокружение. За первым пациентом последовали другие, всего больше двух десятков человек с недугом, причину которого врачи установить не смогли. В Вашингтоне в ответ приняли решение на 60 процентов сократить штат посольства в Гаване. Также было объявлено о высылке 15 кубинских дипломатов. «До тех пор, пока кубинское правительство не обеспечит безопасность наших дипломатов на Кубе, мы будем работать в сокращенном режиме, оставив только незаменимых сотрудников, чтобы минимизировать риски негативного воздействия на дипломатов». На момент этого заявления эксперты в США уже несколько месяцев ломали голову над причиной загадочного синдрома. Летом 2017-го нейрохирург Даглас Смит из Университета Пенсильвании получил звонок из государственного департамента. Специалисты в области исследований мозга просили оценить состояние прибывших из Гаваны дипломатов, которые, как один, жаловались на симптомы, обычно указывающие на сотрясение. Правда, МРТ не обнаружила признаков травмы. «Симптомы, которые они испытывали, заставили нас прибегнуть к тому, что мы называем передовая нейровизуализация. Когда мы посмотрели на снимки, мы увидели, что изменения в нейронных связях выглядели не так, как при сотрясении или других сильных травмах. Изменения были уникальны, и ничего подобного мы раньше не видели». Даглас Смит называет это сотрясение без сотрясения. Опубликовав две научные работы о гаванском синдроме он так и не смог понять причину загадочного состояния. В 2017-м подобные кубинским симптомы испытали сотрудники посольства США в Китае. В американском разведсообществе заговорили о потенциальной атаке при помощи электромагнитного воздействия и российском следе. «Я бы не стал исключать, что кубинские спецслужбы получили определенную техническую помощь от русских. Когда я служил в Москве в 70-80-х, против сотрудников посольства осуществляли подобную атаку и подвергали воздействию микроволнового облучения. Оно, как известно, может нанести серьезный вред здоровью, вплоть до опухоли головного мозга. Они делали это без какой-либо конкретной цели, и мы внимательно следили за здоровьем наших сотрудников». В случае с кубинским синдромом у России были более чем веские мотивы навредить отношениям США и острова свободы, говорят эксперты. При этом операция могла осуществляться и без ведома кубинских властей, которые всячески отрицали свою причастность к атакам. «У меня, конечно, нет бесспорных доказательств, но, возможно, Россия хотела внести разногласия в отношении США и Кубы. Чтобы остановить политику разрядки, которая началась в конце президентства Барака Обамы. То есть вы совершаете нападение на американских официальных лиц на Кубе, и, естественно, мы сразу обвиняем руководство страны, поскольку они не защитили наших дипломатов. В итоге мы делаем шаг назад в отношениях, вводим санкции, и вот мы вновь там, где и были». В пользу версии о микроволновом излучении были выводы ученых в докладе Академии наук США, обнародованном в декабре 2020-го. Правда, полностью исключить другие причины недомоганий, психологические факторы – отравление химикатами или инфекцию – они не смогли. «Комиссия считает эти случаи весьма серьезными из-за роли прямого пульсирующего электромагнитного излучения в качестве возможного механизма воздействия, а также ввиду существенных страданий и ухудшения здоровья некоторых пациентов». Осторожность экспертов в выводах понятна. Оппоненты радиочастотной версии утверждают, подобное излучение не могло повредить внутренние органы без внешних следов в виде ожогов. Да и само такое оружие многие ученые считают научной фантастикой. Появилась даже альтернативная и куда более банальная версия. И все благодаря аудиозаписи того самого таинственного звука, сделанной одним из дипломатов и обнародованной агентством Associated Press. Несколько специалистов по акустике заявили, это звук, издаваемый распространенным на Кубе видом сверчков. По словам невропатолога и автора книги о гаванском синдроме Роберта Баллоу, в условиях стресса и слежки за дипломатами в таких странах, как Куба, Китай или Россия, звук насекомых мог спровоцировать массовое психогенное заболевание, при котором люди внушают себе болезнь. «В истории было множество примеров, когда звуки провоцировали подобные болезни. Два самых основных раздражителя – это запахи и звуки. Таким образом устроен наш мозг». При этом Баллоу отмечает, что симптомы у таких пациентов вполне реальные, чего нельзя сказать об их причинах. «Это очень важный момент. Несмотря на заявление о том, что мозг пострадал от электромагнитного воздействия, ни один объективный тест не подтвердил это. Они говорили о потере слуха, но это тоже не подтвердилось ни одним объективным исследованием. У пациентов есть изменения, но они не в структуре, а в физиологических процессах головного мозга». Несмотря на популярность, эта теория остается весьма спорной. По словам доктора Дагласа Смита, в первом же исследовании ему удалось установить, что звуки, вне зависимости от их природы, не имеют ничего общего с повреждениями мозга, выявленными у пациентов. В подобную теорию не верит и Марк Полимеропулос, так же, как и его коллеги. Он добавляет, стигма, связанная с якобы психическими расстройствами, могла стать причиной того, что многие сотрудники правительства даже не заявляли о симптомах. Экс-разведчик Олсен приводит еще один довод – отсутствие информации о реальности какого-либо оружия – не означает, что оно не существует. Пример тому – применение российскими спецслужбами полония или новичка, о котором вообще никто ничего не слышал. «Посмотрите на атаки против диссидентов и политиков Литвиненко, Скрипалит, теперь Навальный. Речь идет об организованной атаке на так называемых врагов России с использованием передовых технологических и научных решений. Путин очень опасный человек. Я не думаю, что мы не можем отрицать возможности того, что он в конце концов нанес бы удар внутри США». На минувшей неделе издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что общее число пациентов с гаванским синдромом уже достигло 130 человек. В ЦРУ сообщили о расширении расследования, которым занимается специальная рабочая группа. Для членов Конгресса в апреле спецслужбы провели брифинги под грифом «Секретно». Официально же американское правительство по-прежнему не знает, что стало причиной таинственной болезни. Диагноз врачи не смогли поставить и марку полимерополусу. Из-за проблем со здоровьем он вышел в отставку и по сей день страдает от головных болей.